ну что ж ребятки порадуемся этому прекрасному виду если это конечно возможно вот тогда я специально становлюсь у меня уже закуплено маслица для моей машины 5 500 100 эта бутылка теперь она дубайская для этого было гамбург германия так что она правда дубайская то моя ракета будет просто в большом удовольствии скором времени там еще сзади у меня фильтра все в общем все это мне купила мама вот так поэтому наше с вами золото партия осталось целым замена масла обойдется нам в ноль рублей друзья мои вот так вот надо жить но что касается что касается по будем буду продолжать пытаться понять где я нахожусь и вот за фокингу он как говорится да действительно все элементарно друг мой все очень элементарно абсолютно значит как говорится доходы и семья вот так все определяет доходы друзья мои видимо потому что вспоминаю себя в детстве я помню что меня очень радовало радовало сознавать что мой папа хорошо зарабатывает вот так но с другой стороны это пограничное состояние между взрослым и ребенком в котором нахожусь я в этом тоже что то есть она как говорится пожилом увидим до сих пор все еще холодно я этому очень рад сейчас достанут длинные дни друзья мои которые связи с очень верным решением об отмене перехода на летнее время очень полезным решение светает теперь уже как говорится среди ночи я только лег уже начинает светать знаешь вот так ты воде хочешь уснуть наконец тяжело погрузиться в ночь и тут уже все начинает сочиться свет а потом у меня еще на сельской станции знаешь в июне когда солнцестояние солнце всплывает прямо таким шаром уже соответственно где-то в 4 утра прямо напротив окна над лесом шар потом она уже в августе она уже не такое злое напоминаю еще раз что замечательно было написано собственно не было а продолжает быть написано у салагубы есть салагуб с двумя лэ не с моим произношением будет сказано а это салагуб писатель роман мелкий бес это я вам рекомендую просто усиленно это просто благодать а не книга также там второй роман в этом доме был капли крови назывался по моему так и там буквально в начале рассказано про солнце что это злой змей зашел злой змей а вообще меня и вся эта община родовая ботва ни хрена не интересует да я высокомерен прежде всего к устоям бытия да я сам происхожу из крепких крепких устоев но узнать их в упор не хочу хочу какой-то эфемерности магии и всего что с этим связано всяческого рода вот такие вещи ну так вот что касается салагубы рекомендую да я просто читал этот роман мелкий бес мелкий бес это это сказочная книга вам даже бы ее на канале бы зачитывал честно я помню что своей подруге я читал по телефону роман шведский всадник левоперус это изумительный по моему пражский еврей в израиль он переезжал ему страшно там мучился так как так же как и все нормальные люди но от жары от того что это менталитет конечно там еще тот ну в общем максим леонидов страшно в израиле мучился а я там был всего 10 дней так что у кого с моим принципом что если хоть чуть-чуть становится что-то некомфортно то надо сразу валить как я это и делаю ну так вот левоперус шведский всадник друзья мои я бы вам почитал в эфире честно я даже блин слушая даже начну это делать и послушай я даже начну это делать и возможно даже сегодня шведский всадник друзья мои это я бы это и перечитал и как говорится с удовольствием это самая интересная книга сюжетная друзья мои это что-то это просто это превосходит всех агат крести и дюма всех вместе взятых роман левоперус шведский всадник вы его нигде не найдете ну по интернету можно заказать что касается ребятки романа по которой уже подожди сказал болин подожди подожди сейчас мелкий без да там описывается недотыком к я не знаю что это такое явление но короче в детстве я ее видел я видел в детстве некое ходящее такое черное пятно некую черную сущность которая ходила по полкам по шкафам но никогда не спускалась на землю на на пол я помню что я стоял когда или когда мне банку писательную мама держала я стоял писал в кроватке это было где-то в бой буду 89 на мне было года три может даже два помню что мы должны были ехать в казань к бабушке точно и разбудили что-то еще среди ночи я помню что недотыком коходила и я ее постоянно видела для меня это было обычное явление то есть я пока я не задумывался она постоянно бывает вспоминаю она из глубин детства я ее видел это какая-то сущность я не знаю я точно ее видел черная на все время меняла форму и за счет этого перешагивала видимо так как только я начал задумываться я прекрасно помню я начал задумываться и друзья мои она исчезла так то так короче вот сейчас здесь прямо я уже говорил изумительный петрухина club я там был зимой проводил в свои холостяцкие времяпрепровождение и в общем классное место зимой все было вас там был минус 33 и там был минус 33 я не знаю бедная моя ласточка конечно заводил в такого в такую морозяку это конечно огромное насилие вот собственно я думаю что поэтому у нее вылетели эти как их назвать катушки катушки зажигания у меня полетели но мне еще свечи были старые что-то все менял менял а свечи не менял то есть просвечья забыл представь то сейчас у меня свечи новые катушки новые маслица новая купил я вам уже показал да дубайская в общем я на 21 121 менял то есть прошлый раз вообще 16000 откатал ну слушай с условием что у меня весь пробег по трассам я думаю что туда и обратно еще раз можно даже вообще до мариел доехать на этом масле потом менять но все-таки понимаешь масло обошлось не в пять пятьсот фильтра еще в тысячу в полторы до семь тысяч но плюс там на плюс минус но еще замена но 7000 стоит но я-то ведь при все премиальное покупает и shell helix ультра это я уже рассказывал что я же у официалов обслуживался чтобы не слететь с гарантии вот эта вся чепуха в гарантии никакая для такой надежной машины и не нужна и мне там лили ослиную мочу вместо shell helix ультра ребят то что клапана пристукивали двигатель вообще не так работал а вот после когда я сам купил бутылку масла совершенно другой двигатель стал понимаешь в общем суть так что да как сказал мой друг директор оркестра юрий борисов поцелуев у нас не страна одна сплошная наебка ой ё-моё а что я сказал сейчас я же бы тюкнулся ё-моё а я бывает да мне это не идет ли при ребятки не идет матершина мне не идет есть те кому идет там гоблину идет да вот куплинову он гениально материться просто сказочно но мне не идет